Под метромостом журчащая речь водопада не больше провела впечатление, чем журчание министра. Прогулка на речку 21 сентября 2009 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И подумал, приятный промера. Насочинял кучу обаятельных песен и поет их обаятельным тоном. Обаятельность носит, как шляпу. Как это однообразно ему самому же. Не ожидал, но с пригорка сбежал я неплохо. Правда, припрыжка с левой, а не с правой ноги. С просонья упорно в этот раз получалось. Ветер расчесывал пряди деревьев, и сыпались желтые листья, как блохи. Какая домашняя сцена. Река в корабликах листьями теми играла. На голубом небосводе множество персонажей, лучезарно одетых, Угодливо толпились вокруг светила. Как это уже здесь, на земле, надоело. На метровом мостке, без перил, Молча я постоял, Ничего не приметил, Кроме ивы, стройной юной кокетки. Кустарник или деревце ли С широкими листьями Развесило мило То ли пшенную, то ли манную кашу. Эх, не знающий аромат. Ручку спрятал с бумагой Среди буйных трав. Река же смотрела, Чтобы твердо шагал И не болтыхнулся. Надо же, кто-то лавку сюда притащил. Напротив, на другом берегу, Шашлык. Две пары супружески Собирались поесть. Жест рук собеседников О производстве вещали. Шесть уток проплыли трамваем. В конце безбилетником Прицепился селези В темно-зеленом жаво. Странно, Ни крапива И ни репей Ко мне не цеплялись. Видимо, когда не спешишь, Не набрасывается на тебя. Под метромостом Журчащая речь Водопада Не больше произвела впечатление, Чем журчание министра Или предвыборная речь Депутата. В остальное время Они, слава богу, Молчат. Ах, блаженно Светилась дорожка На солнце Из серого кирпича Словно В светлое завтра Без торговц И лжи. Воробушек С хлебным клочком Спланировал Высокие травы. Вот так Человечество И живет, Дожевывая Свой Хлеб По углам. Давно Не ходил я Левым берегом Речки Хилый деревца, Что казалось Не приживутся Уже Десятиметровыми Стали. Не выдержал И присел На пригорок На светящейся Зеленой травы Записать О деревьях. У железного мостка Со ступню шириной Пожалел Мохнатого Дельфиненка Игрушку В полметра Хоть тяжеловатый Перебросил его Пусть плывет. Дом в траве Застрял По течению. Аленький цветочек Стихотворение Внимал А я Написав Любовался. Странно было Видеть В темной Тенистой Воде Слепящее Белое Солнце. Я подумал А Пушкин Наверное Любил иногда Посмотреть На свои строки Взглядом Катула Выскочив К этому берегу Тут же После этих строчек Солнце мне Ярким кулаком Под глаз Засветило А может В щечку Поцеловала Проявление Чувств Так Спонтанно Что не сразу Поймешь А может И за всем Никогда Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...